и всем привет меня за 30 и сегодня мы с вами возвращаемся к более традиционным на этом канале прохождением а именно к визуально новелле и сегодня вам не придется на моё лицо смотреть лишний раз поэтому сегодня без веб-камеры сегодня так чисто начали как обычно по старинке все как мы любим проходим и сегодня игру возможно вы наверно уже могли догадаться по превью это игра от автора который сделал игру скажи мне которые проходил буквально недавно одну из последних визуальных новелл я проходил на своем канале думаю можно было заметить схожести в рисовке как минимум 100 игрой так вот насколько я знаю насколько мне известно это вроде бы игра вышла до игры скажи мне поэтому можно сказать это первый опыт автора потому что вроде как от него больше игр не было но не знаю может я ошибаюсь я лишь делаю предположение так или иначе игра под названием сегодня что-то произошло у вас на экранах телезрителей мы с вами посмотрим что к чему она вроде немножко дольше чем мы предыдущая игра точнее чем будущее рад неважно в общем посмотрим разберемся а перед началом видео как обычно винаю о том что в описании под этим видео сможете найти ссылки на мои социальные сети обязательно подпишитесь на них посмотреть также не забывайте подписываться на канал и ставить лайк если вам понравится это видео вот новый принц можно начать поехали посмотрим что к чему что произошло то сегодня что произошло основной сюжеты встречи ну наверное логично значит основного сюжета правильно логично логично время это одна из тех величин которые всегда окружала своими тайнами заставляя задуматься о природе реальности и собственного бытия ух философия самого начала как я люблю все с течением времени мы обнаруживаем что его природа гораздо сложнее чем кажется на первый взгляд мы вступаем мир альтернативных вселенных что позволяет нам ощутить насколько глубоко время переплетено с реальностью ух-ух кайф и айнас айнас сон потревожил из ниоткуда взявшийся голос который явно настаивал на пробуждении айнасу с трудом удалось открыть глаза но от яркого цвета в комнате хотелось закрыть обратно жесть это хата вот это хата всем привет познакомьтесь с айнасом там окошки куда-то друг на друга залезли чуть-чуть доброе утро айнас огляделся по сторонам и оценил собственное положение а после замер он медленно поднялся стараясь не делать лишних движений пока в конце концов не тела рядом ски сонно потирая веки почему я спал не знаю ты трубился на ровном месте чем прихожей сколько бы усилий нас не предложил никак не мог вспомнить как так получилось я перетащил тебя на кровати ждал когда ты проснешься на я вспомнил да не скажу ведь что я из игр несколько дней не вылезал жизнь за прожиза бывает хотя хотя на самом деле неправда раньше был же сейчас конечно нет и забыл спать айнас ушел на кухню видимо он предпочел оставить вопрос без ответа те же последовал за ним ты чё тут забыл и он уклонил голову на бок смотря на друга не понимающим взглядом ты меня пригласил айнас удивился не больше самого киева в этой квартире гостей не особо жаловали поэтому айнас даже представить не мог почему он решил пригласить кого-то в гости было ли это вообще иначе как бы я попал сюда ты не спрашивай не спрашиваешь разрешение если верят вы то ты заходишь я неловко усмехнулся и потерзатылок похоже да правда ах ты блин ах ты блин негодник чужие квартиры заходишь а я нельзя так делать наверное услышал звонок пошел открыть дверь и свалился недостатка сна эта теория звучит логично благородно раз он ждал моего пробуждения но и странно ладно кстати я рассказывал как мы недавно день рождения друга отмечали айна сел за стол и подпер чоку рукой уже предвкушая очередную бесконечную болтовню ну давай cool story расскажи нам помнишь нашего бывшего одноклассника дэлла айнас пожал плечами кто ху ху я с ним сто лет не виделся после того как он в другую страну уехал уже каждый год сюда прилетает на день рождения праздновать но мне как времени не было присоединиться хотя я в этот раз не смог у меня работа до утра делу говорю что я успею на смену мы небольшой компании собрались домик его родственников озера ну и ну ну и добра обалденная история расскажи побольше бла 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 какой-то момент все слова кио начали проходить им мужей айнаса он перестал вникать суть происходящего правильно правильно какой нам собственно дело правильно акио в свою очередь обладал умением болтать любой ситуации даже когда собеседник не проявлял ни капли интереса только по неизвестной причине рассказка был больно знакомым словно айнас уже знал об этой истории можно рассказывал у него ужасная память однако не настолько же зато у меня отличная он точно впервые рассказывает эту историю впервые или не впервые ты же гараж знакомой историями тогда почему мне так знакомы потому что там был там был предпочта там был кто был ты был кто был чтобы 5 утра пришлось по грамм карабка за что на автобус успеть и немного под выпившим был меня алиса поражать вызвалась решаешь ты не смог прийти кстати я рассказывал как на джанит упал холодильник нет айнас точно уверен да он знал о чем говорил кио и и внезапно осенило стой но ведь меня дал позвал ты заболел когда он приехал чего-то ай ты еще не проснулся ай а это год от сокращение виника 1 герой думай чего это блин чего это в тот день ты заболел не а то факт чё за бред реально параллельные вселенные альтернативные таймлайн началось опять время переберем время переплетается как нам говорили в начале игры но я помню ты из дома не выходишь акта мог там быть резонно приснилось наверное забудь нифигасе сон не пугай меня так мне стоит поспать час-два не мог бы ты свалить отсюда дружище хорошо я пошел я утвердительно кинул и покинул кухню а квартиру покинет я не договорил впрочем он сам понял а квартиру покинет покидает у меня три дня выходных если будут нужны у себя правильно если буду нужен я у тебя пока саюнара киона прощание помахал рукой вышел на лесочную площадку пройдя буквально три шага он скрылся за дверь с дверью напротив квартиры айнас и тяжело иметь такого прилипчивого соседа прямо под бог а так он еще и блин тут буквально напротив живет онлоки айнас вернулся на кухню ай ай он задумчиво уставился в окно будто это поможет обраться с мыслями я помню я точно помню и опять не разыгрывает нет не похоже а мы про какой год говорили он сказал недавно что в этом году все равно ничего не понимаю в этом году никуда не ездил правда черта запутался может правда приснилось столько времени без нас сидел аж перестал включать реальность генерирующих картинок моей головы жесть тяжело тяжело ботнув головой айнас вернулся в кровать спокойно поспать без посторонних точно не помешает если бы если бы заснуть никак не получалось айнас до сих пор беспокоила ситуация произошедшая ранее возможно просто накручиваю а если нет стоит спросить удалила был илья он точно уже знать айнас взял телефон в руки славный его номер у меня остался пил дал здорово-здорово кто это а по опачки а то факт айнас айнас ровш в одном классе учились а все вспомнил столько лет не виделись явно не в этом году тоже ты где пропадаешь мы разве недавно не встречались на твое мне рождение про норм гиф кого-то факт таркетский говорю ты за боль таркетский вот эта фамилия кио таркетский куда он там что он там где он там блин таркетские это кто кио ты ему нос как-то сломал я не знал его фамилию я тебе ни разу видел после школы а я звал серьезно я же помню я приходил мы всегда групповые фотки делаем сейчас гляну если ты там лайк хоть убей ни на одной тебя нет в последний раз приходил кио илья у меня есть фотка где он в озеро упал ладно спасибо жду тебя в следующем году без вопросов постараюсь дига ну вроде вроде дружелюбный сосед ну как он не сосед господи не сосед от друг ну как друг по даже даже не друг какой вдруг просто челу дружелюбную челу странно выходит меня с уже не было понять никак не могу я был точно был его озеро упал я потому что перепил утром по горам лазил тоже я что за хрень происходит а что если а что если он был в его теле тогда что если он был в его теле хотя не знаю конечно теории может быть очень много почему события что происходили со мной на самом деле происходили скира я кажется один так думаю а и настал и начал беспокойно ходить по комнате дать туда-сюда если посмотреть поверхностно то мои воспоминания находится у кера а если копнуть глубже за этим должно что-то стоять просто также из ничего не бывает либо киа придуривается либо он сильно знает правду надо узнать у других людей больше информации только один человек украл воспоминания или кто-нибудь другой тоже вечером схожу к чем сразу украл может так просто получилось может быть так просто получилось каким-то чудным образом непонятно весь день айнас проводил свой собственный эксперимент и как оказал казалось все что он помнил ложно если в жизни айнас означает какой-то запоминающиеся или яркой события то она происходила с киа любое событие или только это событие айн и спрашивал про одно и то же у разных людей и все как 1 1 говорили о ке к к к к к к к инде нигде айнасон эта ситуация подходил на издевательства и лишь на очень смешной в кавычках всеобщий розыгрыш верифония киа открой а я настущался в дверь до тех пор пока она не открылась привет его всегда оптимистичен. Иногда его улыбка раздражала. Тем не менее существует один солнечный лучик, выглядывающий сквозь тучи. Объясни мне, что происходит? А что происходит? Ты знаешь о чем? Вот эта драма, музыка, пианино... Херачат. Почему мои воспоминания у тебя? Не отмалчивайся. Я не понимаю. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Жесть, конфликт! Почему события, где я фигурирующее лицо помню только я? А другие говорят, что ты был там. Айнес, ты не в порядке? Я без тебя это прекрасно знаю. Успокойся, пожалуйста. Хочешь газировки? Опа. Ничего себе. Вибор. 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 Нет, воздержусь. Прости, не хотел тебя будить. Айнес устало вздохнул и развернулся, возвращаясь домой. Но ты заходи все равно потом как-нибудь. Я буду ждать. Жесть. Теперь у нас больше нет друга. Теперь у нас больше нет друга. Почему это происходит именно со мной? Вдруг в моей жизни ничего не происходит как раз из-за того, что Кё ворует мои воспоминания. Он болван. Специально бы не стал так делать, даже если бы очень захотел. Автономный процесс, не зависящий ни от кого. Кё единственный человек, с которым я общаюсь и... Общаюсь. На этом можно и закончить. Если я продолжу его обвинять, то ничего не выйдет. Я хочу разобраться в ситуации, узнать причину. Но я не знаю, с чего начать и как действовать. Все образуется. Все образуется. Мне нужно лишь немного подумать. Тогда я до конца сдвинусь с мертвой точки. Обалдеть. Вот так, блин, события развиваются. На утро Айнес отвлек дверной звонок. Отвлек? От чего отвлек? Он что, буквально всю ночь не спал? Не нужно быть детективом. Сразу явно ясно, кто наведался. Хай. Будто я ждал видеть кого-то еще. Они всегда были такие мишки под глазами. Только сейчас не спал. Че выглядят уставшим? Он не спал? Привет. С тобой все хорошо? Ты чего? Я твой друг. Я волнуюсь. Сам как думаешь. Тебе лучше? Ни капля. Давай начнем все заново. Айнес? Если повторюсь, то мои слова уже будут казаться бредом больного человека. Ты раньше никогда таким не был? Если я как-то могу помочь, я помогу. Моя ситуация сумбурна. Кео нервно усмехнулся. Сложное, в общем. Ну, я заметил. Все же тебе стоит повториться, поскольку я ничего не понял. Вкратце, мои воспоминания находятся у тебя. Это как? Я помню, что определенное событие происходило со мной. Но ты утверждаешь обратное. Как то, что пора вы должны находиться в моей голове, оказывается у тебя. Так, ты блин, вампир высасывает, высасывает из нас воспоминания. И самое интересное, почему только мне так кажется? Я писал Деллу, исходя я из его слов и ни разу не встречался с ним, как он окончил школу. Однако, мои воспоминания иные. Я не могу найти причину, как и ты, наверное. Когда ты после тебя спал? Причем здесь это? Ты мне не веришь? А, я знаю тебе полжизни. Не смотри так на меня. А что если ты здесь действительно? Все проблемы, все проблемы и недопонимания главной герой решатся после того, как он просто поспит буквально. Мне кажется, что просто стоит хотя бы немножечко поспать. Судя по твоему внешнему виду, мне кажется, давненько уже не происходило такого события в твоей жизни. Айнас, я тебе не верю. Я хотел сказать то же самое, но помягче. То есть, ты такой человек, который на пустом месте панику не создаст? Я искренне верю в существование вещей, тревожащей тебя. Меня интересует лишь одно. Почему то, что я помню, происходило с тобой? Киоросейна пожал плечами. В виде реакции друга, Айнас вздохнул и опустил взгляд в пол. Бесполезно. Я только зря время трачу. Мне нужно искать украшения в другом. Существует ли ответ вообще? Слушай, тебе надо отвлечься? А? Остудить голову, знаешь? С подобными фразами обычно предлагают заниматься незнакомыми незаконными вещами. Да? Да. По-моему, по-моему, нет. По-моему, необычно, довольно-таки. Откуда я это знаю? Как начать сходить куда-нибудь? Но я не выхожу из дома. Вот повод будет. Ты бледен, как поганка. Свежий воздух тебе точно никак не помешает. Я не переношу солнце и жару. До заморозков и на улице ни ногой. Ай, ай, ну давай! Все претензии к моему организму. Увы, книгу жалоб он не имеет. Ай, ай, не отстанешь, да? Кио, отврительно покивал несколько раз. Если свалюсь в обморок, виноват ты. Класс, иду за тобой к вечеру. Меня спросить забыли. Ура, гулять! Ура, гулять! Ай, искресил руки и тихо порворчал. Ай, кио, с счастливой мордой побежал к себе. С другой стороны, он пытается мне помочь. Своими сугубо личными способами. И где еще такого дурака найду? Правда, сменить обстановку будет полезно. Ну, надеемся на лучшее. Надеемся, только хуже не станет этот кризис. Кризис. Ай, Нес, ты пришел? Может, я решил выкинуть мусор? Почему думаю, что я к тебе? Какой же он, я не знаю, Цундере. Какой же он, Цундере? Обычно ты просишь меня об этом. Как все языки, газ сорвал. Стой, я мешок дома забыл. Какой рассеянный недотепа. Пойдем, мой друг нас ждет. Какой? Я не ослышался. Мы не договаривались на третье лицо. Как минимум, мог бы меня предупредить. Я бы записал на сегодняшний день, что у меня по планам заболеть раком. Он на машине. Ну, дай бог здоровья ему. А это здесь при чем? Идем. Перепрыгивая через одну ступень, как я спустился вниз. За что мне все это? Нифига. Я могу куда-то пойти? Я могу пойти наверх? Путь на второй этаж. Мне раз надо туда? Так, это квартира Кё? Он подошел ближе и поднял ручку на себя. Дверь открылась. Придурок, забыл дверь закрыть. Небось, ключи забыл. Как я такого доверчивого идиота еще никто не ограбил? Золотая жила для мошенников. Я к нему домой зашел? Нифига себе, а это так можно? Поряд внутрь Айнас оградился и зашел ключи среди хлама. Дурак. Забрав ключи, Айнас был готов уйти, но что-то остановил его. А это что? У стены стояла сумка Кё, а из нее выглядывала книжка, сумевшая зацепить внимание Айнаса. Рыться в чужих вещах неприлично. Говорю, я незаконно проникнув в чужую квартиру. Да, бро, да. Стоит ли? Ну, что поделать? Я уже здесь? Я уже здесь, как бы. Слишком хорошо лежит, если мне интересно, нет. Достижение. Чужом добре шарить, вором слыть. Айнас встал книжку и открыл случайную страницу. Так, дневникё. Я тебя не забуду, буду хоть умирать, я тебя не забуду, кстати, как тебя звать. Нифига себе, он рэпер, он рэпер. И что это? Айнас перераснул страницу. Лежу в больнице, сломал ногу, случайно с лестницы навернулся, встать даже не мог. Скорую вызвал, мне починили ногу и определили палату на две недели. Но это как-то не похоже на репчик. Ё-моё, дневникё, what the fuck. What the fuck. Первая страница. Ох, ну давайте начнём. Давайте начнём, пока есть возможно. 29 июня. Недавно, кстати, был совсем недавно, получается. В реальном времени идёт почти. После травмы головы и память ухудшилась, я начал всё забывать. Айнас предложил начать писать блокнот с заметками. Если однажды я потерял память, потеряю память, надеюсь, этот тетрадь поможет мне. Я ведь не разучусь читать к тому времени, да? Всю необходимую информацию искать на следующей странице. Ничего себе, блин. Инструкция в случае потери памяти. Я Киотар Кескор, жен 3 мая эн года. В квартире напротив живёт Айнас Равш. Мой школьный друг, он сможет помочь. Обратиться к нему за помощью и показать данную тетрадь. Не пытаться звонить по номерам из телефонной книжки или писать кому-то ещё. Другие знакомые, которым можно обратить за помощью, если с Айнас что-то случится к тому времени. Тикава Равш, отец Айнаса, его номер есть в твоём телефоне. Вот так вот. Шивер Саа, сын друг моего отца. Сын друга моего отца. Сын друга моего отца. Окей. Его гараж легко найдёшь среди других на двери красное граффити. Краффити. Если невозможно связаться с кем-то из вышеперечисленных, то ляг на пол, прижми колени к груди и начинай рыдать. Или же непонятно, каракули причёркнули по неску раз. Айнас, часть 1. Ох, ёшки-матрёшки, Айнас Равш, мой школьный друг. Мы учились вместе с 5 класса по 11. После школы мы потеряли контакт друг с другом, но мы встретились через 4 года. Он купил квартиру в подъезде, где я живу. Странно было его встретить вновь, кажется. Айнас не очень обрадовался тому, что мы соседи. По мере общения с ним будут добавлять заметки. Плюс, Айнас страдает какой-то фигней от солнца, если он не особо понял. Прось бы я ходить в магазин за продуктами в замен дал доступ к аккаунту с играми. Круто. Ух, нифига. Я стал слишком часто проходить к нему в гости. В его компании я не чувствую себя одиноким. Наверное, это взаимно. Мы оба одиноки. Айнас мой лучший друг. Айнас всегда казался взрослее, чем он есть. Он умный и все знает. Помогает мне с советами. Часто выражает недовольствие, но на самом деле он добрый. Айнас почти не улыбается и мало говорит. Про нифига себе, тупо я персонаж получается. Тупо я. Разрешил иногда стать спать у него. Господи, это буква П непонятная. Я не стал говорить, что меня мучают кошмары. Порой он говорит странные вещи. Мне грустно, что я плохо его понимаю. Может, стоит почитать какие-нибудь умные книжки, как у Айнаса? Айнас, часть 2. У нас с Айнасом много совместных воспоминаний. Мы долгое время были привязаны друг к другу. Образ, не прям, не прям смыслен. После школы я ощущал чувство, что будто от меня кусок оторвали. Я очень рад, что встретил Айнаса вновь. Вот тогда они совместные воспоминания. Точно? А Айнас в курсе? Айнас много к чему придирается, у него высокие стандарты. Угодить ему тяжело. Айнас, особенно, даже в идеале найти изъян. Любит сладкое, но не слишком приторное. Ненавидит кислое и горячее. Любимый торт Эстерхази. Ой, это что такое? Отличный слушатель. Никогда не перебивает меня. Я знал, что он делает. Вид словно ему нет до этого дела. На самом деле ему интересно. Присматривая за мной, серьезно относится к моей проблеме с памятью. Я всегда могу на него положиться. Айнас невозможно вытащить солнечные дни на улицу. Дождь, он не любит, как и снег. Если суметь уговорить Айнас и погулять, то это уже чудо. Я заметил, что он порой пристно смотрит на меня, не отрывая взгляд. Мне немного жутко от этого. Когда я спрашивал, в чем дело, он отмахивается и переводит тему. Блин, так много пунктов, прям, я не знаю, очень сильно у меня похоже, если честно. На удивление. Невероятно нашел себя в видеоигре. Компьютерной. С Шиверами познакомился на каком-то семейном празднике, плохо уже помню. Мы, в принципе, редко видимся, он вечно в гараже и на работе пропадает. Иногда он подбрасывает меня с работы домой, если не занят. Думаю о мысли, что было бы неплохо познакомить Айнаса с Шивером. Ага, это он. Это самый Шивер. Они чем-то похожи. С другой стороны, Айнас не любит незнакомцев. Я что-нибудь придумаю. Шивер одновременно открытый и закрытый человек. Не знаю, как точнее объяснить. Он дает о тебе знать только то, что он хочет. О всем прошлом он ничего не говорит. Я даже осознать не успел А Шивер просто появился в моей жизни как должный. Шивер крутой и машину не укрутая. Один раз он дал мне поселить за рулем своего джипа. Теперь тоже хочу машину. Нифига себе, джип. Господи, сколько здесь записи, обалдеть. Ошалеть. Это сколько? Сколько? Список игр. Опа, Алан Вейк и список игр, в которых хочу поиграть. Хэви Рейн выбил с первого раза хорошую концовку. Дэвил Микрай прошел все части. Far Cry 3. Спай Пати с Айнесом. Атомик Хёрд. Блин, нифига, свежак. Поймал бак в лифте и умер. Резидент Ивел запутался в последовательности игр. Айнес начал объяснять, и тоже запутался. Биошок Инфинити. Киберпанк, у меня упала машина за карту, игра вылетела. У меня даже ранее где-то, мне даже Киберпанк не пойдет, а чтобы пойти, чтобы я пошел Киберпанк, а также можете сюда задонатить в описании под видео, ссылочка есть. Я собираю на видеокарту есть кто-то, кому-то интересно, кому-то интересно, я все жду, я все жду когда-нибудь, когда-нибудь я выполню свою цель. Так, Дерайна, со части 1, так. Принешки, матрешки. Переживай, наверное, опасно давать свою тетрадь Айнесу. Он, конечно, знает, есть существование и уважает мои мысли, поэтому точно не полезет мои записи читать, но все равно, у меня здесь только записи о нем. Мне было бы очень неловко, если бы он все это прочитал. Мне действительно пора уть научиться писать обеими руками, а что делать, если я сломаю обе руки. Так, работа. Моя семья. Мой папа Альцгеймер, он живет в больнице, ничего себе. Я перестал навещать его с момента, когда мне стукнули 23 года, морально тяжело. У него хорошие врачи, так что я не беспокоюсь. Ну, это, конечно, грустная ситуация. Когда мне было 10, если мама вскрыла свои вены ванны, ватафайки, ватафайки. Ей на этот момент было всего 30 лет. Почему мне кажется, что я виноват в ее смерти? Я внебрачный ребенок, поскольку папа и мама женаты не были. Мама, помимо меня, есть еще двое детей и других мужчин. Айна Спаспоем, меня воспитывает. Айна Смерл мой пыл, так как он шум не любит. Семья Айна Са. Айна Спаспоема характерно пошел в отца, строгий, молчаливый человек, но справедливый. Такого хотел, чтобы Айна стал полицейским. Такого знает меня. Здесь он хорошо ко мне относился, я не увидел его со школы. Так, Новый год. Сижу на работе на часах 0,5 минут. Ночи. Такая у нас пришел ко мне на работу. Пьяная Айна, забавно. Неподвижно сидит и втыкает в одну точку. Мой лучший Новый год. Класс. Песни. Dig a hole in the middle of the street. Dig it down, dig it down six feet deep. I like the way you kiss me. А, это, это, это тиктоковские песни. Я знаю, я знаю, это я слышал. Кармополист арест здесь мент. He talks in maths. He buzzes like a fridge. He is like a detuned radio. Я тебя не забуду, буду хоть умирать. Я тебя не забуду. Кстати, как тебя звать? Да че, это твоя песня? Или че, эта песня? Верь мне, я буду просить богов, чтобы сделали из нас хоть врагов, но чтобы быть вместе. В моей глазах цветной телевизор. Тебе покажут все, что будет с нами завтра. Мы угадали два билета с сюрпризами. Никогда не вернемся обратно. Tell me why I'm forced to leave in this kid. I'm an alien. I'm just an alien. Bless me with a leaf of the tree. On it, I see a freedom. О, господи. Спасибо. Горнолишко. Так, они поехали на курорт. Нифига себе. Странность с Айнесом. 15 мая. Айнес что-то беспокоит. Говорит странные слова. Ничего не понимаю. Но раз всего это волнует, значит, у него случилось действительно нечто важное. С именами Айнеса не похоже. Надеюсь, с ним все будет хорошо. 16 мая. Решил вытащить Айнеса из дома, пока он не сошел с ума своими мыслями. Хорошо, что у меня одни от родителей дача достала. Семь будет полезно подышать свежим воздухом. А ведь это удачный момент, чтобы познакомить Шибера Айнеса. Обалдеть. Так. Я один, что такой, как Кио, умеет залагать свои мысли на бумагу. И не злой я тогда был. Просто неспокойно себя ощущал. Закрыв книжку, Айнес положил ее обратно. Ладно, не мое дело. Прощай. А, я могу почитать в любой момент? Как так? Что за кошмар? Ночью проснулся от кошмара. В кошмарах меня постоянно что-то или кто-то преследует, либо кто-то умирает. Встал попить воды, услышал из спальни Айнеса хныканье. Даже сначала не понял, что это от Айнеса. Я зашел в комнату и окликнул Айнес, но он бедно спал. Я не думал, что Айнеса тоже, Айнес тоже плохо спит. Мм. Когда остаюсь ночевкой, я прихожу к Айнесу ночь, чтобы что-нибудь читаю в интернете или напеваю песни. Мне страшно, что однажды он меня застанет. В любом случае, я рад, что могу помочь Айнесу спать спокойнее. Мне бы так. Мм. Перелом ноги. С лестницы навернулся. Ага. Айнес приходит навещать. Ух, блин, ну и дневник. Сколько времени на этот дневник ушло? Очень много. Чувствующий много. Ужас. Ну ладно. Ай, ты где был? Айнес притянул ключик к их владельцу. Ты квартиру не закрой, идиот. Ой, ты можешь быть хоть каплю ответственным? Я переволновался. Кевиновато потер затылок. Иди сюда, иди сюда. Он сорвался с места, подбегая к припаркованному черному внедорожнику. В поле зрения Айнес показался высоким молодым человеком. Айнес, это Шивер, знакомься. Нифига себе. Познакомьтесь с Шивером, лучше бы он умер в конце. За что? За хейт. Что за хейт? Йоу. Шивер приветливо махнул рукой. Айнес нахмурился, и стиснул зубы. Новый знакомый ему сразу не приглянулся. Почему? А, у него, я понял, это отсылка на драйв. Это отсылка на Райана Гослинга. Я, блин, не смотрел сначала в его одежду. Жесть. Это же, это что, Райан Гослинг? Это что, Шивер Гослинг? Блин, я что-то думаю, за что, почему умер в конце, за что? Оказывается, это гига отсылка, фанни, фанни. Стой, стой. Йоу, ты про него никогда не рассказывал? За какой стати он внезапно объявился, как снег в июле? Шивер, это сын друга моего отца. Мы часто встречались на семейных праздниках. Ясно. Айнас развернулся и начал уходить. Он не мог оставаться ни секунды более здесь. Айнас. Кё крепко обнял друга со спины и потащил в сторону внедорожника. Чё ты творишь, больной? Отпусти меня. Ты обещал. Я ничего не обещал. Да ты меня заставил. Это вторжение моё личное пространство? Уф. Уф. Как Байнас не пытался сопротивляться, его всё же засунули внутрь салона машины. Это похищение какое-то, бро? Так нельзя делать такое-то похищение? Такое можно, блин, заявление в полицию написать потом. С ума сошел? Он разоржённый прижался к плечам к двери и скрысил руки. Чтоб я ещё раз куда-то выбрался? Айнас, я включил кондиционер. Я тебя припомню, гад. Машина тронулась. Айнас мог лишь с тоской смотреть на отдаляющийся родной двор. Откуда этот чудик вообще взялся? Почему Кё ни разу не упоминал его? Наверняка тоже дурак какой-то. Почему? На задних сиденьях Айнас сидел один. Кё почему-то предпочёл находиться рядом с водителем спереди. Оно ясно, не разговаривали друг с другом, не затыкаясь. В один момент у Айнас начал дёргаться глаз. Я привык, что говорит только Кё, ну а тут появился новый дилетант. Их оригинальные мишени ставят меня в тупик, причём я себя тупым не считаю. Надо было запереться дома. Выше скорость, меньше ям. Ну это, конечно, хороший слоган. Хороший слоган здорового образа жизни на дороге. Действительно. Долго протянет. Долго протянет, бро. Пока Кё облечённо рассказывал очередную историю, Айнас обратил внимание на зеркало в салоне. Судя по всему, водитель давно из-под тяжка наблюдал за недовольным пассажиром. Когда изгляды встретились, Шивер лишь улыбнулся, но что-то в её улыбке было настораживающим, а ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Суси? На дорогу, смотри, кретин. Не хватало ещё в аварию попасть. Или сбить кого-нибудь. Я её узнаю пару минут, он уже раздражает. Айнас прислонился к виском к стеклу, скучающий наблюдая за городской жизнью. Но что там в городе? Что там происходит? Ничего. Видимо, ничего. Вскоре машина остановилась за городом в дачном посёлке. Мы приехали, Айнас, ты спишь? Если бы. Пойдём. Пум-пум-пум-пум. Ох, домик в деревне. Ух, хорошо так как. Ух, блин. Не, ну на самом деле, не иронично красивый, красивый домик и огородик такой приятный. Да, в принципе, я бы... Я бы здесь сам жил. Я бы здесь сам жил когда-нибудь. Ну, или хотя бы такую же дачу завёлся. Кайфово, конечно. Вздохнув, Айнас вышел из машины и сразу же прищурился из-за света солнца. Лучше бы дома остался. Жарко. Двигаться в собственной воле совсем не хотелось. Благо, Киоэто сумел понять и по-за руку потащил Айнас за собой. Вот, сидим. Здесь тенечек. Меня слепят два солнца. Чегось? Ничего. Он назвал его солнцем. Не может быть. Ты отдыхай, я пойду. Надо швыру помочь. С чем? С чем, по-моему? Надеюсь, у нас тут будут шашлыки. Если... Но если на даче не будет шашлыков летом, жарким, если мы бы их не ради шашлыков, то, блин, заберите меня домой отсюда. Айнас остался один. Это уже не столь важно. Нет, я точно не выйду, а дальше порога. Кровь будто кипела, а кожа плавилась. Стоит ли повторять, что Айнас не переносит жару ни под каким углом? Dig a coal in the middle of the street. Dig it down, dig it down, six feet deep. Какого? Ура, костер, шашлыки! Все-таки будут шашлыки? Ай, ты проснулся? Меня опять струбило. Солнце давно ушло, на улице похолодало. Ухватившись за плечо, Кьо Айна сел на месте. Ты пел? Или кого-то там закапывать собрался? Надеюсь, своего дружка. Это песня? В тишине ты ворочаешься, а если есть какой-то шум рядом, спокойно лежишь. И как давно? Год точно. Почему только сейчас узнаю? Хе-хе. Проехали. Кьо, поэтому постоянно болтаешь, чтобы я успокоился? Какая бессалаберная трата слов. Тебе лучше? Пока рядом нет человек, особенности умышления, все в порядке. Шивер в магазин отъехал, скоро вернется? Передай ему не возвращаться. Ай, ну ты чего? Если говорить о таком масштабе, то самый оптимальный вариант это найти бензин и спички. Зачем? Развести костер. Используя в главной роли машину, непосредственно, чтобы внутри находилось само недоразумение сегодняшнего дня. В показаниях, скажем, смерти гражданина послужила неосторожность в состоянии сильного алкогольного опьянения. Да за что? Че за, блин, хейт? Хайнесс, я понимаю, ты ревнуешь, но он тоже мой друг. Чего? Тебя никто не заменит. Улыбнувшись, Кёп покинул беседку. Я? Ревную? Да никогда в жизни. Этот самодовольный петух раздражает только своим видом. Ой-ой-ой. Мне кажется, драка скоро будет. Драка. А со стороны выглядит, будто я ревную. Айнес поднял голову, наблюдая, как Кёп на лужайке неподалеку пытался собрать складной стол. Это дикий круговорот меня убьет. Да ладно, не воняет, че-то, блин. Нормально ж сидим, пока что. Нормально ж сидим. А, иди сюда. Поползая в свое новое убежище, Айнес присоединился к вечерней посиделке. Кёна крыл на стол и притащил колонку, а Шивер забрался с мангалом. Айнес приблизился со спины к Шиверу. Если я его толкнул, он упадет прямо лицом в угли. Шивер поднял голову и приметився на себе произведенный взгляд, хитро растянул уголки губ. Айнес, не вздумай. Больно хотелось. Похоже, меня кто-то не взлюбил. Только понял. Айнес выркнул и отошел к Кё. Все хорошо. Да. Я тебе верю. Помимо всего происходящего, у Айнеса возникли некоторые проблемы. С его злостно кусали комары. Нет. Фу. Фу, комары. Надо было взять с собой куртку. На кой черный приперся в футболке. Сейчас нам Шивер даст свою футболку и мы станем лучше для друзей. Не футболку, а куртку. Я тоже себя хочу в куртку Райана Гослинга в фильме Драйв. Следить за каждым пролетающим насекомым докучало. Приходилось молча убивать комаров и чесаться. Ты словно медом намазан. У тебя кровь очень вкусная, да? А ты что хочешь попробовать? Тебе вампир кровосознан, несчастный. Хочешь попробовать? Айнес ничему не ответил, лишь своим выражением говоря, какой Шивер идиот. Про у тебя ничего не выйдет, даже не пытайся. Даже не пытайся наладить с нами контакт, это бесполезно. It's useless. Ай, почему ты молчишь? Тебя такими темпами комары сожрут? Возьми мою мастерку. Мастерку, мастерку, говорю. Я помню, что это значит, а по-моему, это как раз таки куртка, да? А, можно взять... Давайте куртку Шивера возьмем. Хочу куртку Грайна Гостлинга. Айнес обошел стол и остановился перед Шивером, вытягивая руку вперед. Что, раздеть меня хочешь? Айнес сделал жест, дай. Шивер же размеялся и снял куртку, отдавай ее Айнесу. Раз такой умный, ты сам страдай. Надеюсь, тебе от комара достанется какой-нибудь энцефалит. Уф! Было ваша стола на что-то тебе есть такое. Блин, теперь я настоящий, настоящий водитель. Куртка была явно не по размеру, но Айнес это не особо волновало. В кармане находилось что-то тяжеловатое, прямоугольное. А, спасибо. Да на здоровье. Наглый мальчишка. Я бы тебя послал, но да вижу, ты оттуда. А у тебя, наверное, член короткий, раз язык такой длинный. Ууу, ууу, уууу, ууу, замолхну, что я правду сказал. Это ты так собственные комплексы на других выражаешь. Ты, охота, угадал. Кто тебе сказал, что недостаток интеллекта можно компетировать хамством? Кьо, скажи своему неделекому ума, неделекому ума спутнику заткнуться, пока здесь не произошло 105 статья, 105 статья уголовного кодекса. Пожалуйста, не задевайся миртом умные фразы то я не твои недоразвитые органоид засохшего клубня картофеля уж что происходит здесь куда я попал куда я пошли сильно происходит его растерялся он все не понимал как успокоить своих друзей не наглядевшись он досталась под стола по банке пива и сумма боем в руки певка певка выпейте лучше спасибо киа как понимаю даже другой гость навыками готовки не обделен это еще почему есть ты считаешь что оптимальный цвет мяса на мангале черный ничего против против говорить не буду твою мать да нет вы шашлыки сгорели шашлыки я валю домой ими шашлыков меня здесь можно не ждать не остаюсь не остаюсь на вечеринке я поехал домой саю нара братки а она сама довольно ухмыльнулся и рафш вырывается берутся отрывом на 10 очков хорош хорош айнас что я выглядел довольно грустно глядь на это лицо и нас почувствовал себя виноватым прости для кежит сначала хорошо я больше так не буду какой какой блин примерным примерный парень и примерный мальчик я больше так не буду когда в компанию в торсе алкоголь дело пошло намного лучше не надо не надо не надо учить плохому примеру алкоголь это всегда плохо не пейте дети и не дети алкоголь ну или по тем поменьше баночку пивка она не вообще не пейте кому я чё тут рассказываю нет алкоголь противопоказан хотя по причине чтоб я на и не смолчал не говоря ни слова развлечением вечера стал кио поскольку под влиянием алкоголем становился целым стендап представлением вот тогда ой куда пошли куда пошли к это блин древняя я сюда не ходил вообще страшно излишне шума и нас утомил и и отклонившись от ребята он вышел за пределы двора прижимая спину их забору его заинтересовало небо звезды за городом четко и хорошо видно останется ли это воспоминание со мной рядом послышался скрип калитки нифига себе вы кто вы извиняюсь я за вопрос такой кто не видел веслоухую кошку айна сотрясательно помотнул головой девушка осталась стоять осматривая пьяного человека с ног до головы что за звуки там вдруг еще один придурок развлекаются а ты чё тут стоишь один шумно небо красивое ну да можно дать мне совет ты даже меня не знаешь она и хорошо я не психолог хотя выслушай как мне вернуть свое место в жизни понимаешь меня будто не существует недавно я узнал что мы с вами басминань находится моего друга вот так блин да все события происходившие со мной происходили с ним я вернуто мы и знание но все вокруг твердое обратное я не понимаю что происходит и не знаю что мне делать попробуй деда ломать сломанное о чем ты ответа не последовало айна свернулся и никого не обнаружил он здесь совершенно один белочку поймал а задач на почесав затыдлок айна свернулся к ребятам в избежание повторения ситуации это было кошка же вот это поворот немного ранее и куда я нас пропал жив я похож на его няньку хрен его знает куда он исчез может его комары окончательно сожрали не и почему ты хотел чтобы я с ним познакомился он идиот на тебя похож у него совсем нет друзей ай ай молчит но я же вижу как ему одиноко да с таким другом враги не нужны придурочный какой-то не говори так о моем лучшем братишке а то я тебе тащу тащишь да втащу и куда ты мне втащишь по твоему лицу чтобы не обижал айнаса ручки-то дотянутся я встану на табуретку я отойду от табуретки я подведу табуретку я опять отойду тогда кинуть я табуретку а я увернусь я подниму табуретки встану на нее я возьму пилу и отпылю табуретки ножку да блин ты меня слишком хорошо читаешь нет это ты ужасно предсказуемый а вот и нет а вот и да ну а чем я сейчас думаю мистер я отойду от табуретки этого человека нет с нами сейчас уже около десяти минут как-то угадал ты говорил мне пару секунд назад ты слишком умный шив это тебя как открытая книга ох из-за меня сейчас буквы выйдут шевер стал в стороне внимательно наблюдал как вдруг человеку стало плохо он ощутил как в воздухе звучали непонятные ноты словно перлюди к необъяснимой симфонии взгляд его стремился к происходящему словно художник застилающий холст яркими красками чувство будто земля под ногами начала колыхаться как при подкате волк берегу он был свидетелем как нарастала внутренняя буря точно предвестие грозы в летний вечер шивер смотрел как все изнутри киа зашевелила и словно пробуждением весеннего леса после зимы он ощущал как душа человека колебалась подобно птицы перед первым полетом что происходит этот текст что за текст блин вот он шивер светит того как жизнь другого человека внезапно развернулась словно страница в неожиданном романе он был поглощен этим зрелищем стал наблюдая за театральным представлением самой природы вот так вся эта картина разворачивалась перед его глазами оставляя следует его душе как загадочная поэзия труд нельзя понять с первого взгляда тогда я пронеслась мысль в голове шивера которую он решил озвучить слух пипец я в порядке я не спрашивал там состоянии а вот тайна из бы спросил донеса скрип калитки после чего во дворе появился белый считающий силуэт помяни заразу появится сразу заткни чмошник красноперый а я вернулся и полетел киа слезь меня немедленно ай-ай ты пьяный идиота кусок нет изменял такой уже вышел сколько раз те говорю набивайся до такого состояния а если алкогольное отравление получше я делать буду а я и волнуется а вот шивер злой я все слышу он отпилил ножку моей табуретки такой нафиг табуретки но на который должен стать чтобы втащить ему втащить и без меня совсем страх потерял я первую очередь не изменитого придурка блин а я и тоже злой идиот тебя защищаю удивительные лап занят двух обезьян в дикам мире не желаю находиться ни минуты рядом с данными индивидуумами шивер скрылся за дверью дома эй куда ты бейте меня ухожу от вас искать дорожка хотя нет я с тобой по неизвестно причине ай-ай нас последовал за ним последовал за ним куда последовал ух что такое было 25 кадра последовал за ним в следующий день что же говоря про следующий день думаю что на сегодня можно закончить довольно длинны как и говорил новелла длиннее чем предыдущая игра от этого автора ну короче вы поняли я уже об этом говорил так что давайте разделим на две части принципе торопиться некуда правильно торопиться некуда что ж такая интересная довольно новелла опять же но непонятно к чему это все идет у нас таки была проблема поводу у наших воспоминаний странных которые неясно передаются нашему другу в общем тема такая сложная непонятная пока что как она развиваться будет тоже не ясно но думаю концу в следующий раз мы с вами сможем увидеть к чему сюда придет появилась новая запись какая-нибудь появилась но это уже на следующий раз это уже на следующий раз так что всем большое спасибо за просмотр подписаны канал если вы то очень и сделали ставьте лайк симпоролист видео не забудьте подписаться на мои социальные сети телеграм-канал дискорд сервер группа вконтакте все ссылки в описании а на этом с вами прощаюсь спасибо за просмотр и всем пока